Доброе утро, дорогие друзья! Итак, мы с вами продолжаем недельную главу Лех-Леха, перейдя от потопу к веселым более развитию событий, уже совсем другой мир, но тем не менее, на минутку еще вернемся к потопу. Потоп, есть и другой взгляд на этот потоп, который был, человек сам кузнец своего счастья, ну и обратно имеет силу тоже. Перед потопом господствовало подавленное настроение, все плохо, всем все не нравилось, все бурчали, несмотря на то, что было все, в общем-то, достаточно красиво и замечательно. Люди были другие, они были очень близко связаны с природой. И она, как зеркало души, отражала их эмоциональный мир и какую-то эмоциональную составляющую. Работа руками была совершенно незначительной частью деятельности человека, если сеяли, то один раз в 50 лет. И вот люди бурчали, у них слишком много времени было, но они сошли с ума полностью, уже начали творить такое, что страшно рассказывать. Но люди, когда видели все плохо, тучи, их связь с природой была такая близкая, что тучи начали заволакивать землю, начали зарождаться большие облака, потопы шли воды. И вот когда они уже совсем начали, ну, если сказать, бурчать недовольного полностью, открылись створы небес, источники земли, и вода затопила мир, стерев то, чем люди постоянно недовольны были, включая их самих. Вот это вот вечное недовольство, одно из тех, что разрушило мир. Человек должен смотреть на мир благодарным, добрым взглядом. В наше время, когда связь души с человеком внешним миром разорвана, и природа, ну, не реагирует уже на наши эмоции, закон, гласящий, что человечество, не любящее творение, разрушает его, не перестает действовать. Правда, реализуется он теперь по-другому, да? Нам не угрожает потоп из-за нашего плохого настроения, да? Если люди перестанут ценить то, что Бог дает, им они просто будут, если не стерты с лица земли, то они сами себя сотрут своими руками. И большинство человечества, когда решает, все бессмысленно, нечего беречь, нужно извлекать максимум удовольствия за короткое время жизни, после нас хоть потоп, если так рассуждать, будет потоп. Какой, не знаю, растают снега Арктики, там, и зальют, или ураганы, не имеет значения. Умение видеть Бога, увидеть творение Бога, как подарок, то есть радостную часть бытия все время, это не роскошь, это единственный способ существования на земле. Каждый раз, когда мы улыбаемся, мы укрепляем землю. Каждый раз, когда мы наоборот, то и наоборот и происходит. Все люди хотят знать цель своего прихода в этот мир, миссию. Раньше были пророки, пришел, пророк говорит тебе, тот, а ты знаешь, сейчас такого нет. Поэтому глава «Иди к себе, лех-лиха», она, кресток души своей, она и есть целевая в точке зрения нахождения какого-то своего пути. И сейчас многие говорят, вот если бы я знал, вот я бы, да, мы все знаем. Этическое учение, мусар, определяет цель жизни, как усовершенствование личных качеств. Все. Ничего больше нет. Если ты не знаешь что-то другое, знай одно. Ты пришел в этот мир, чтобы уйти из него лучше, чем ты пришел. Все остальное от лукавого. Бог – это сущность добра. И в природе добра дарит добро. Но добро нельзя давать, если ему некому принять. Поэтому Бог создал наш мир, чтобы было кому принять добро и оценить его. Оценить его. Если у тебя нет внутри доброты, ты не можешь оценить получаемое добро. И тем более, добрый человек, получается, он ближе к цели своего пребывания в этом мире. Надо подумать немножко о том, что мы с вами пришли сюда. Вот я даже иначе скажу. Знаете, вот есть люди, которые учат много, занимаются там, тору учат, еще что-то учат. И не становится лучше. Поэтому надо, вот это два параллельных пути. Ты должен заниматься духовностью и в то же время четко соизмерять их со своими внутренними какими-то. Меняюсь ли я? Как это действует на меня? Что это помогает мне? Если человек видит, что он больше занимается, но не меняются его душевные качества, остановись ты с этими занятиями. Займись собой. Невозможно учиться вот все время, и чтобы на тебя это не действовало. Значит, тогда ты что-то не так работаешь над собой. Однажды к одному рэбу пришел человек, с гордостью заявил, что он выучил весь Талмуд. И рэба говорит ему, замечательно, ты действительно изучил весь Талмуд. Вопрос ли в том, чему Талмуд научил тебя? И вот когда мы занимаемся какими-то вопросами духовности, чему это изучило тебя? Чему это научило тебя? Как ты изменился? Потому что просто так прослушал урок и пошел. Прочитал книгу и пошел. Так не бывает. Все это происходит для чего-то. Это не самоцель. Ты должен понять что-то, как это меняет меня. Как вот то, что я прочитал, как то, что я услышал, должно поменять мою внутреннюю сущность, чтобы я стал ближе к духовности. Ну и, наверное, последнее, что можно сегодня сказать. Самое главное у человека это подражать Творцу. А значит, подражать Творцу желательно в самом главном. Подражайте ему в том, чтобы быть добрым. Несите добро, и это очень много поменяет в вашей жизни. Браха вы от слаха. Продолжение следует...